Аллилуйя, Аллилуйя Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Приветствую всех святых, приветствую всех братьев, сестер, верующих Разной конфессии, динаминаций, разных ветвей христианства Сегодня вечером, да, уже 6 часов вечера в Киеве Привет всем с Киева, с нашей Киевской архипископии Слава Богу Вот, и сегодня у нас 16 апреля 2019 года Вечер, вот, и завершение Рувим, да, шалом, шалом, да Молюсь за вас Молюсь о вашей семье Благоставляю вас во имя Господне Пусть этот Песах, он будет для вашего дома, для вашей семьи Именно, вот, действительно чудом Божественным чудом Избавление, Аллилуйя Спасение, благословение Аллилуйя Вот, и друзья, братья, сестры Все, кто подключается сейчас Кто подключился Приветствую всех именем Господнем Приближается Пасха Приближается праздник Господний И сегодня 16 апреля вечер Выпало на завершение уже 11-го Ниссана И начало уже 12-го Ниссана Да Аллилуйя Спасибо тебе Господь Да, каких-то пару дней остается нам До праздника Два-три дня Вот, и сегодня вечером, да Вот когда стемнеет Ну, уже скоро Начнется новый день Начнется Сегодня вечером уже 12-е Ниссана Приближается праздник 14-е Ниссана в этом году Выпадает на 19-е апреля Так что у нас 19-го апреля Праздник Песа Праздник Пасхи Вот, и Мы проведем и 18-го вечером Апреля 19-го утром Именно пасхальные такие служения Ну, и, конечно же, да Будем ночь тоже бдение устраивать Спасибо тебе Господь Спасибо, спасибо, спасибо Аллилуйя Возлюбленные Братья, сестры Всех приветствую, да Кто подключился Вот, и, конечно, тех, кто потом будет видео смотреть Это приветствую тоже Я из Псалма 118-го 113-й стих Озаглавил И под этим видео Подписал его Вот И в сообщениях Здесь вот указал Псалом 118-й 113-й стих Вымыслы Человеческие Ненавижу А закон Твой Люблю Вот здесь В одном стихе И любовь И ненависть И ненависть И любовь И От любви до ненависти Вот говорят Там порой Один шаг А здесь Прямо в одном стихе И любовь И ненависть Вот И Ну, там В оригинале Говорится просто О вымыслах Измышлениях Которые Ненавидит Он А закон Божий закон Божье слово Люблю Любовь и ненависть Ненависть и любовь Вот И В Боге Это есть И в нас Это есть Мы созданы По образу Подобия Его Вот И Свою ненависть Мы Направляем Как верующие Ну По адресу Правильно Направляем Не на человеков Не против человеков Не против людей А Против греха Против Вот в данном случае Вымыслов Вымыслы Вот А закон Твой люблю Здесь вот Вымыслы человеческие И Значит Ну там Бесовские Человеческие Эти вымыслы И закон Божий Здесь вот Ну В конфликте Таком Вот Или Я Одному служу Либо другому Либо Одном Об одном Буду родить А Второе Буду Неродиво Относиться Вот Либо одно Возлюблю А другой Возненавижу В конце концов Вот И действительно Так оно и есть Вот Мы делаем Выбор В своей жизни Шалом Иисус Господь Роман пишет Аминь Иисус Господь Иисус Царь Вот И как раз Сегодня Видео записывал Здесь вот В парке Киота Как раз О том Говорил И сегодня Продолжаю Об этом говорить Что Наша Пасха Это Сам Иисус Христос Это Сам Господь Сам Спаситель Наш Иисус Христос Он Наша Пасха И Шуа Машиах Он Наша Пасха Наш Песах Вот И Уже Во время Пасхального Седора Буду Говорить Об этом Вот Ну и Чуть Пораньше Тоже Буду Об этом Рассказывать Вот Наверное 18 Как раз Числа Да Вечером Сегодня 16 Вечером Завтра Послезавтра Вечером Мы Как раз Об этом Будем Говорить Вот Я И Ну не знаю Если получится У кого быть Еще Здесь у меня Вот Может Отец Максим Сможет быть Посмотрим Вот И Очень хотелось бы Чтобы отец Виктор Конечно Приехал Вот Но Он уже Часто Приезжал И Наверное Не сможет Быть Он уже Он там У себя Сейчас В Черкасской Области Трудится Ладно Господь Усмотрит Вот И Друзья Я Продолжаю Говорить О Пасхе Этот вечер 16 апреля Вечер Окончание 11 Ниссана Начало 12 Ниссана Я Также Посвящаю Приближающемуся Празднику Пасхи Мы уже В преддверии Пасхи Уже В преддверии Пасхи Остаются Считанные Дни Сегодня Завтра И все И уже Пасха Вот И Да Тем кто подключился Напоминаю Что вот В этом году 19 апреля У нас Песах Пасха Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо тебе Царь Вселенной Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Благословен Бог наш Благословен Бог наш Спаситель наш Целитель наш Освободитель наш Слава тебе Слава тебе Слава тебе И хвала Господь Благодарю тебя за этот вечер, благодарю тебя за этот эфир, возможность Боже выходить в эфир, благодарю тебя и прошу Твоего благословения сейчас, Боже благослови всех кто и онлайн сейчас подсоединился и те кто потом видео будет смотреть это видео, благослови пусть для каждого из нас вот это актуальным будет действительно великим что Ты наша Пасха что Ты наша Пасха Ты наш исход действительно спасибо Тебе Господь спасибо Тебе да, друзья потому что что тогда вот 3331 год тому назад что сейчас Пасха это сам Господь Бог Всемогущий это сам Господь Бог Всемогущий Он Пасха потому что Моисей ну что бы он смог сделать без Бога нет вот Иисус Иисус как человек что бы он мог бы сделать без Бога ничто вообще Пасха это сам Господь Бог Святой поэтому написано наша Пасха Христос Машиах Христос это действительно явление Бога человечеству и страдавшемуся человечеству Бога человечество и человека Божие величие Божие в древности тогда 3000 лет назад 3331 год назад Моисей он также переживал вот это присутствие Бога Всемогущего и даже тоже на горе когда он был преображен Моисей он сошел он даже не знал об этом вот он просто был во свете и он так светился что люди не могли даже просто смотреть на него и он был вынужден накрыться вот знаете ли чтобы значит ну не ослеплять людей настолько он просветился просто в этом преображении Господнем вот и параллель такая с Иисусом на горе преображения Иисус тоже предучениками с вами он просветился вот и там были Моисей и Илья с ним беседующие да спасибо Господь спасибо тебе Царь Вселенный спасибо 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 сегодня хочу пару вопросов таких разобрать вот по поводу Пасхи предстоящей вообще по поводу Пасхи как таковой есть вещи в церкви различные есть разные вымыслы вот и вымыслы человеческие ненавижу в Псалме 118 113 стихе написано имеется ввиду вымыслы отвратительные вымыслы противные Божьему Слову Божьему Закону вымыслы по сути бесовские вымыслы вот и для удобства я так вот ну и для себя и вообще у себя в церкви и в гостях когда бываю тоже рассказывая о многих там вымыслах о многих традициях я говорю что да вот есть в церкви что хоть православный у нас хоть у протестантов и у католиков там да вот в любой ветви христианства в любой организации юрисдикции конфессии динаминации в любой абсолютно есть разного рода вымыслы есть вымыслы такие безобидные да а есть очень сильно обидные даже есть на самом деле вредные вымыслы которые действительно настоящий верующий Божий человек будет ненавидеть тот кто я имею ввиду любит закон Божий потому что вот любовь и ненависть они они рядом если ты одно возлюбил то другое ты просто возненавидишь и чем чем больше ты что-то возлюбишь тем больше ты что-то возненавидишь вот это как ну это закономерно это естественно думаю понятно вот и об Иисусе тоже говорится что он возлюбил правду да возненавидел беззаконие он возлюбил правду и возненавидел беззаконие вот И здесь несколько цитат есть таких. Ну, вот я из псалма этого. Вот сейчас у меня открыт псалом этот. Так. Так, сейчас посмотрим. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Да, Господь говорил, что Его возненавидели. Так вот. Аллилуйя, Аллилуйя. Да, в псалме, 44-й псалом, 8-й стих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Боже, Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих. Это, кстати, тоже один из мессианских стихов. С одной стороны, Давид. С другой стороны, здесь, ну, такое четкое указание на Машиаха, на Христа. Поэтому это можно назвать мессианским, да, именно стихом. Вот я его сюда сейчас вот скопировал. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Боже, Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих. Вот. И действительно, Христос Иисус, Он такой очень-очень яркий пример для нас в этом. Очень яркий пример. Вот, а вопросы, которые задавали мне, ну, и в Кривом Роге, и здесь уже в Киеве. В Кривом Роге я в смысле, имею в виду, когда семинар проводил, то были записки, были вопросы. Вот, и вопросы в том числе были, я отвечал там, кто смотрел трансляции с Кривого Рога, то должны помнить, да, отвечал на вопросы. Вот, и в том числе, там, по поводу этих вот куличей, там, крашенок, там, ну, это языческие обычаи, они, ну, ничего общего с христианством не имеют на самом деле. Просто были, как бы, имплантированы в христианство. Ну, как-то объяснить даже, трудно сказать. Вот, то есть, есть вещи, знаете, которые не наши, но они были действительно, как вот, имплантированы. Они были, как бы, вот, в нас внедрены, в тело Христа внедрены. Вот, и тело Христа, как ни старались религиозно люди, вот, веками, как бы, ну, знаете, как вот, тело, когда отторгает что-то, да, имплантантом, что-то там, ну, не знаю, выживляют, и тело отторгает. И, там, чем его колет, человека, чем-то, какими-то препаратами, значит, ну, заставляют организм принять, допустим, вот, вот, имплантанты, ну, то, что внедрили в тело, да. Вот, и политики, религиозники, религиозники, это не оскорбительное слово, это, ну, думаю, нормальное слово, в хорошем смысле слова, ну, как в нормальном смысле слова. Политики, те, кто занимаются политикой, религиозники, те, кто занимаются религией, имеется в виду, то есть, профессионально имеется в виду, вот, политики не те, кто, значит, там, допустим, там, на лавочке судачат про политиков, а кто занимается этим профессионально. То же самое религиозники, не те, кто, там, что-то знают о религии, а те, кто, ну, на зарплату и, как бы, живут этим вообще, профессионалы в этом отношении, вот, политики, религиозники. Вот, пытались веками, многими столетиями, вот эти имплантанты дьявольские, тело Христа принять. Но, чем дальше, тем все сложнее становится. Тело Христа, действительно, Христово тело отторгает, это инородное. Не принимает и отторгает. И в наше время, век просвещения, когда Слово Божье как никогда распространяется, то действительно, вот это отторжение, оно происходит очень-очень широкомасштабно. Оторжение-то начинается, наверное, с отторжения каждого из нас. Когда каждый из нас начинает отторгать языческие традиции какие-то. Ну, их много, конечно, и я для себя, вот я и в церкви своей об этом говорил не раз, вот для себя делю все это, вот то, что у нас есть в церкви, допустим, в православии, вот, как грибы, классифицирую их там на съедобные, условно съедобные и ядовитые. Вот, чтобы было понятно, вот праздники, допустим, вот я вот когда рассказываю о праздниках, то я однажды размышлял о праздниках и вспомнил как-то школьную, как таблицу, не таблицу. У нас в классе висел там, ну, плакат такой, там грибы были нарисованы. Одно время там много травилось людей этими грибами, вот, помирали, вот, и школьники тоже, одноклассники даже, ну, как бы, вот. Вот, ну, люди собирали грибы, вот, значит, варили там, солили, готовили их, вот, ну, и помирали, вот. И, кстати, у нас был сосед, опытный грибник, дед, его так его, его так даже дразнили, дед Боровик, он, кстати, ну, и такую какую-то шапку носил, такую непонятную, прям вот похож был на Боровика, вот, как вот в сказках там показывали. Вот, и он был очень опытный грибник такой, вот, и ему было за 90, но он такой был, такой крепкий такой мужик, вот, курил как паровоз вообще, дымил как паровоз, почти сто лет прожил. Вот, значит, и, значит, и грибник был еще тот, вот, он никогда с пустым лукошком не возвращался, даже тогда, когда, казалось бы, вообще не сезон, он находил, он знал, где, что. Вот, и его совет, его советы многим спасли жизнь, вот, и он, я запомнил его такой главный совет, первый совет, он нам, пацанам говорил, ребята, вот, ребята, вот, значит, самый первый совет даю, вот. Вот, если засомневался, есть хотя бы немножко сомнения, выброси, не пожалей, выброси, вот. Ну, вот так вот, то есть этот гриб, значит, чтобы не отравиться, да, вот, и, ну, другие советы всякие давал, вот. Вот, и, значит, вот у нас грибы, висели эти вот грибы нарисованные на плакате в школе, и там были нарисованы съедобные, да, как бы, хорошие грибы, да, вот, условно съедобные, ну, как бы, померить не помрешь, но и жить, может, не будешь. Ну, короче, как приготовишь, в зависимости от того, как ты приготовишь, вот, то есть, как бы, уже, как бы, вот, если брать, там, красный, желтый, зеленый, да, вот, цвета, да, светофора, вот, значит, то съедобный, это, значит, как бы, зеленый свет, короче, пожалуйста, можешь смело двигаться, вот. Вот, условно съедобный, это как желтый свет, ну, так вот, и да, и нет, будь осторожен, вот, и красный свет, это, как бы, ядовитые грибы, там они были тоже широко представлены, вот, которые нельзя собирать, вот, я часто рассматривал такой плакат, вот, мне интересно было, ну, красиво нарисовано было, и вот, я, как размышлял о церковных всяких наших православных таких праздниках, то я тоже подумал, ну, это очень похоже, можно, как вот, плакат такой тоже нарисовать, кстати, почему бы нет, можно даже плакат нарисовать, вот, значит, но я условно так вот разделил все на вот такие, как бы, съедобные, несъедобные и условно съедобные, вот, как бы, допустимые, недопустимые, как бы, и условно, как бы, допустимые, вот, и, ну, Ну, праздники, допустим, если брать праздника, да, праздники, ну, такие, как бы, ну, съедобные, как бы, да, можешь смело их праздновать, значит, без озрения совести. Вот, это господни праздники, которые Бог дал нам, поэтому можешь смело их праздновать, и, как бы, и, вот, даже себя в ус не дуй, значит, пожалуйста, празднуй на здоровье, и, как бы, нет волшебства в Иакове, да, значит, Слава Богу. Вот, шабаты празднуй, значит, Пасха, допустим, да, значит, там, Пятидесятница, там, какие там, вот. Ну, такие праздники, которые сам Бог дал одним словом. Осенние праздники, вот, да, вот эти вот, Суккот. Но, условно съедобные, я туда внес там большой список таких праздников, которые, они, как бы, не библейские праздники, но вспоминают собой библейские события определенные. Они установлены церковью уже, то есть, не Господь их дал, но, однако же, они вспоминают собой события, которые действительно имели место быть именно библейские события. Ну, тот же самый, допустим, Рождество, допустим, да, преображение, там, крещение, там, значит, там, ну, не знаю, там, масса праздников таких вот именно. Вот, преображение вспоминал часто тогда, как раз размышляю, думаю, надо же, ну, вот события, да, есть библейское такое событие, евангельское, вот, и, да, мне почему-то кажется, что у Бога нет условно съедобных. Возможно, вот, но у нас, у людей полно таких условно съедобных. Вот, значит, и, вот, то есть, условно съедобное, это что я имею в виду? То есть, ты, как бы, если правильно к ним относишься, то есть, поклоняешься только лишь Богу и отдаешь себе отчет, что это праздники, которые, это события, библейские события, которые действительно имели место быть, и ты используешь их для проповеди Слова Божьего, проповеди Евангелия людям, для спасения человеков. Вот, в таком случае, допустим, даже вот эти праздники, они условно съедобные, они не повредят ни тебе, ни окружающим. Вот, но если начнешь уже их праздновать как праздники, вот, и, значит, уже и увлечешься этим, то это может тебе повредить уже однозначно. Вот, то же самое, как ношение креста, допустим, да, вот у меня сейчас такой большой крест на мне, на перстной. У Бога есть да-да, и нет-нет, другое суета. Вот, да, это точно. Вот, ношение креста, допустим, да, значит, на тельного крестика, там, допустим, на перстного креста, то же самое, это такая пограничная вещь, условно съедобная вещь такая, вот, то есть, можешь помереть, а можешь не помереть, вот, как приготовишь, вот, как к этому относиться. Если, упаси меня Господь, я, допустим, буду думать, что этот крест меня спасает, защищает, благоставляет, вот, приносит удачу, благословение, защищает меня от нечисти, допустим, то тогда все, ну, уже, как говорится, привет родителям. Да, тогда, значит, большая беда, значит, и это уже конкретно место дьяволу, и бесам, поэтому на тельный крестик носить, не носить, там, меня и в нашей церкви порой спрашивали, ну, раньше-то, вот, я говорю, лучше, конечно, не носить, лучше не носить, оно надо, как бы, я думаю, что не надо, вот, но если носишь, то будь осторожен, то есть, вот, то есть, не придавай тому значения такое, вот, как талисману, оберегу, защите какой-то, как украшение, или как символ веры, там, знак веры твоей, там, допустим, там, я знаю, вот, пожалуйста, но не больше, вот для меня это знак моего служения, допустим, да, как священнослужителя, да, но когда-то в моей жизни было иначе, когда-то, я имею в виду, вот, до 96-го года, будучи традиционным православным священником, я носил крестик, и на тельный, и медальончики, поясок с молитвами, там, живые помощи, и на перстный крест, и к этому относился я именно, как я сейчас разумею, понимаю, это действительно, я относился как к такому оберегу, талисману определенному, то есть, я верил в силу, вот, именно креста Христова, то же самое, допустим, вот, перекреститься, могу перекреститься, допустим, вот, обычным перстосложением, да, двоеперсти можно перекреститься, допустим, у католиков, там, пятью перстами, допустим, у них по-другому креститься, вот, и, значит, вот, если я буду думать, что этот крест меня спасает, защищает, благоставляет, ну, тогда, да, это уже общение с бесами уже, вот, это уже, значит, большая беда, вот, вроде условно съедобная вещь, но может повредить очень жестко человеку, вот, вот, с другой стороны, если для меня это лишь знак моей веры, или, например, там, мы увидимся, там, где-то, я, там, кого-то перекрещу, допустим, бывает такое, кто меня знает, там, видит такое порой не раз, вот, тем понимают, что, вот, там, кричи, не кричи, но я просто, я имею в виду, что перекрестил, значит, благоставил уже, все уже, благоставил, вот, или, допустим, там, не знаю, или зашел в храм, там, допустим, перекрестился, вот, да, я, значит, перекрещусь, вот, как у них принято, там, в их храме, вот, если старобяческие, то троеперстиям, если такой новобрядческий, то троеперстиям, если католикам, там, пятью перстами переключусь, то есть, ну, как бы, как у них положено, вот, но не придавая этому такого мистического значения, понимаете ли, вот, осознавая, что тот, кто во мне, он больше того, кто в мире, никто на мне носим мною или изображаем мною, а тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире, вот, поэтому я вот говорю про условно-сведомные эти вещи, такие, да, много, да у нас, будем так говорить, на земле большая часть того, что мы практикуем, они, можно отнести их к условно-сведомным вещам, вот, абсолютно, все, ну, большая часть, большая часть, начиная с быта, заканчивая, там, религией, вот, и есть откровенно оккультные вещи, которые, как их не реди, они, ну, как там, не знаю, они все равно несведомные, как их не вари, там, не выпаривай, не вываривай, не выжаривай, вот, эти грибы, они все равно ядовитые, это, допустим, вот, к праздникам, если отнестись, да, вот, то, вот, к примеру, праздник, успение Пресвятой Богородицы, вот, да, значит, вот, как его не пытайся, ну, не знаю, как-то, преподнести по-христиански, как-то, с христианским, как-то, текстом, контекстом, не получится, не получится, или, допустим, там, или, допустим, вот, введение во храм Пресвятой Богородицы, допустим, да, вот, вот, что, предание о том, что, то есть, весь праздник держится введение во храм, ну, в декабре, в начале декабря, помните, да, наверное, введение, есть много на Руси храмов, веденских храмов, веденские монастыри, особенно женские монастыри, вот, принято было называть веденскими, вот, здесь вот на подволе есть веденские тоже, вот, значит, и ведение, ведение во храм Пресвятой Богородицы, имеется в виду, праздник, он считается один из 12 самых главных праздников в православной церкви, но в нашей церкви этого праздника нет, в нашем календаре, кто смотрел или стал на наш календарь, те там этого праздника не обнаружили, вот, потому что этот праздник тоже, как вот его не пытайся преподнести, каким бы соусом не преподносил бы это блюдо, бесполезно, это действительно откровенно оккультная вещь, потому что, если, допустим, праздник преображения, да, он тоже, значит, будем так говорить, вымысел, будем так говорить, как праздник имеется, вымысел, но он в основе своей имеет действительно событие библейское, которое можно как-то вот использовать для благовестия, для проповеди, для назидания, для наставления людей, допустим, да, вот, вымысел, но, который можно использовать во благо, а вот введение во храм Богородицы, это уже вымысел, который основан не на библейском событии, а на антибиблейском предании, абсолютно антипротивоположно библейскому, вместо библейском предании, вот, вдумайтесь, господа, идет речь о том, что якобы Мария, имеется там Мария, да, матерь Господа нашего Иисуса Христа, когда ей было три годика, то родители ее, якобы, вот, привезли, привели ее к храму, посвятить ее храму, Роман пишет, да, Всевышний дал нам ум и мышление, чтобы мы сами сделали свой выбор, тянуть насильно, Творец не будет много, он дал нам, да, это точно, да нет, я о никаком насилии не говорю даже, даже и речи никакой не может быть, то есть здесь, скажу так, когда приходят люди, допустим, со стороны, какие-то, с вопросами, вот, я говорю, здесь ваш выбор абсолютно, свое слово, где все подробно изложено, да, его слово, где все изложено, точно, Роман, вот, а о насилии никаком не может быть даже и речи, знаете ли, достаточно уже было насилия за два тысячелетия в христианстве, вот, изнасиловали все народы, фактически, христиане, вот, неразумно поступая, вот, и, как, допустим, тысячи лет, нет, это не о ваших словах, это о нас, людях, да, ну, в смысле, обо всех людях, да, я и так и понял, вот, дело в том, что, вот, как было тысячи лет назад, допустим, на Руси, вот, князь Владимир крестился и все, и, значит, все огнем мечом давай крестить Русь матушку, вот, и, знаете ли, кто не придет на крещение, там, киевлянам, тот мне не друг, ну, и пошло-поехало, короче, да, страшно, конечно, а Всевышний Бог дал нам, действительно, разум и дал нам выбор, вот, поэтому все, что мы делаем, условно съедобное, пусть оно будет съедобным для нас, то есть, правильно относиться надо ко всему, к этому, в общем дело, вот, и, ну, другие вещи, допустим, вот, введение во храм, я вот начал говорить было, событие такое, что якобы в три годика Марию ввели во святое святых Иерусалимского храма, кадош-кадошем, святое святых Иерусалимского храма, якобы оставили ее там, и она жила там, ну, до скольки, до 13, до 14 лет, по-моему, до 13 лет, ну, когда Бадмитсва в 12 лет, то есть, наверное, где-то так вот, наверное, я уже стал забывать, слава Богу, стал забывать эти вещи, которые я раньше очень хорошо знал, почитал, потому что сам был традиционным православным священником, и вот эти оккультные празднества я очень сильно почитал, Марии, как Богородице и Царице Небесное, я очень много молился раньше, вот, до 96-го года это было моим, вообще, приоритетным в молитвах всегда деянием, действием, и келейно, как говорится, лично, индивидуально, вот, и общественно, вот, акафисты, каноны, в основном были все Богородичные у меня, вот в чем дело, даже псалтырь Богородичный была, вот, и Богородичные правила выполнял я, вот, значит, и прочее, 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 но, слава Богу, что вот истина Божьего Слова в 96-м году освободила меня от этих суеверий, вот, и когда я вот по поводу даже ведения во храм Богородицы, я размышлял тогда уже, еще вот, в 96-м году, будучи традиционным священником, но уже вот размышляя о выходе из традиционного православия, я понял, что я не смогу, как священник, больше совершать таких служб, которые имеет в виду, значит, придется посмотреть свои старые проповеди, вспомнить, а, шутка, ну да, нет, а некоторые вещи надо пересматривать на самом деле, потому что я-то уже стал подзабывать, вот, мне-то не нужно это уже, вот, абсолютно, но людям это очень нужно, оказывается, да, я вот в кривом роге, вот, на той неделе убедился в этом, потому что я многие вещи так не рассказываю, вот, допустим, на семинарах уже, в принципе, опускаю, а потом по вопросам, по запискам я понял, нет, людям это надо знать, людям надо об этом говорить постоянно, потому что миллионы людей живут сегодня в таком мракобесии, вот, что просто, ну, ну, человеческому уму непостижимо, вот, религиозное мракобесие, притом такого, ну, скажу, ну, общение с бесами конкретное, те же самые почитания мощей, праздники в честь мертвых, праздники в честь вот этих, обнаружения мощей святых таких-то, это же такая бесовщина, которую как ни ряди, то есть это вот, какой-то ролик был на ютубе, мне сбрасывали, по поводу греха, по-моему, там, как раз разъяснение очень хорошее такое, там, значит, тарелку какую-то гадость положили, и там ее сверху, там, чем-то хорошим, чем-то хорошим, еще, 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 еще чем-то хорошим, но как хорошим ее сверху не забрасывай, не заливай, хоть там, не знаю, каким-то кремом, там, все, все равно эта гадость внутри, она остается гадостью, и блюдо это есть не будешь все равно, вот, и здесь то же самое, здесь, понимаете ли, Александр Мень, допустим, он пытался, вот, тогда в 80-е, 80-е годы, пытался, как мог, будучи традиционным православным священником, и многие вещи понимая, осознавая уже, и веря в такую эволюционную, как бы, реформацию, он пытался, даже и введение во храм Богородицы, и другие, успения Богородицы, другие праздники, как бы, их, все-таки, использовать в деле благовестий, как бы, и, все-таки, ко Христу, как бы, вот так вот, направлять, сейчас, но, нет, я понял, что есть вещи, которые просто-напросто, они, ну, это не наше, это изначально, это конкретно сатанинское, которое просто внедрили, имплантировали в христианство, и вот, и почитание мощей, допустим, как не называй это, как не, не знаю, благородно не подавай, конечно, есть всякие байки, из клепа, будем так говорить, да, всякие рассказы, всякие вымыслы, там, что якобы, значит, там, значит, там, значит, ну, здесь даже в Киеве есть вымысл такой, такой популярный, во всех семинарских учебниках он есть, с Киево-Печарской лавры, там кто там, Лаврентий или кто там был, не помню, из Диаконов-то, вот, значит, зашел с хождением как-то в пещеры, вот, значит, и кадил, а там одни только покойники, гробы только, вот, и он кадил, кадил, и забылся, и по привычке, как в храме, там, похристосовался, значит, Христос воскресе, воскликнул, значит, забывшись, что здесь только одни покойники, а ему из гробов, воистину воскресе, короче, ну, он-то чуть не окалил, наверное, но одним словом, вот этот эпизод, значит, вот, взяли потом на вооружение, ну, не знаю, наверное, подшутили над ним, над этим Диаконом, в семинариях еще не так шутили, еще, вот, там, там, что только не шутит, как только не шутит, вот, значит, но, даже если там это была шутка, ну, это была, конечно, злая шутка, но из этого раздули такое, что вот так и так, смотрите, эти покойники, покойнички мощи, там, значит, они, значит, как бы и живые, как бы, вот, настолько, что, значит, что вот они даже могут ответить порой, там, вот так вот, вот, и этот эпизод, самое интересное, он преподносится в семинариях не как злая шутка семинаристов, там, допустим, да, значит, монахов, а как, действительно, сила Божья, сила Божья. Я раньше читал, до 96-го года подобные рассказы, ну, и, как бы, верил, но мне было как-то чудно, вот, вот, честно говоря, вот, в это верить даже, но в 96-м разочаровался в этой вере уже я, потому что вера Божья пришла, и вера человеческая, она стала просто, ну, хереть и отсыхать, отшелушиваться, и, все, отмирать, отпадать, потому что, значит, вера Божья заняла центральное место в моем сердце, вот, и, ну, о праздниках, вот, пример, и, значит, и, вот, о всяких традициях, то же самое, то же самое, вот, но самое основное, конечно, чтобы не попасться на удочку врага, всегда взираем на начальника веры, совершителя веры нашего Господа Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь. Даже если ты в самой такой, ну, отчаянной ситуации, даже если там, значит, ну, настолько все плохо, что ты там в такой самой оккультной, вообще, конфессии, динаминации, есть исход, есть выход, взирая на Христа, на начальника веры. Вообще, Александр Мень, он, пытаясь, конечно, быть адвокатом дьявола много раз, но под конец жизни он очень четко осознал, что панацеей для всех нас является именно христоцентричность, именно когда Иисус Христос является центром нашего внимания, нашей церковной жизни, нашей личной, такой, духовной жизни. Ведь сам Иисус говорил так, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть Вознесенную и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аминь. Слава Богу. Так что, друзья, благоставляю вас всех, возлюбленные. И вечером я тоже принимаю причастие, потому что, ну, не могу без этого. Особенно перед Пасхой я размышляю о теле крови Христа. У меня сегодня здесь вот есть такой хлеб. Вот, лепешка такая. Вот. И буду молиться сегодня, преломлять хлеб. Знаете о чем? Вот в преддверии Пасхи уже скоро. Да, уже вечер. Уже, кстати, уже вечер. Уже, я думаю, уже наступило. Ну, точно не скажу сейчас. Пасмурно очень на улице. Вот. Сегодня весь день фактически пасмурно. Вот. То дождь, то, значит, просто хмарно так пасмурно. Но в Киеве так у нас сегодня, по крайней мере. Завтра тоже обещают такое ненастье, такое и дождь, и все. Вот. А уже на Пасху обещают уже вот 19-го, по прогнозам, апреля уже будет уже просто облачно, без дождей этих. Вот. Но, по крайней мере, уже темнеет уже за окном. И я понимаю, что уже наступает новый день. Уже наступает 12-е число у нас, да, месяца. Ниссан, или же месяца Авив. Месяц Ниссан, месяц Авив. Вот. И сегодня преломляю хлеб, возвещая смерть Господа моего, Спасителя моего, Иисуса Христа. Аминь. И благодарю Бога за хлеб жизни, благодарю Бога за хлеб насущный наш, хлеб из земли, который Он произвращает для нас. И благодарю Бога за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа, праведника. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Аллилуйя. И также я благодарю Бога, с одной стороны, за лозу земную, за плод виноградной лозы. А с другой стороны, я благодарю Бога наипаче, благодарю Бога за лозу небесную. Благодарю Бога, как нашего великого виноградаря. И прошу, посети Господь виноградник сей, и благослови, призрись небес, и благослови виноград сей во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы Божий виноградник, потому что Он великий виноградарь. А виноградная лоза наша, это Сам Иисус Христос, Господь наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю тебя, что от всякого рода лжеучений, вымыслов человеческих, Боже, мы обращаемся к Слову Твоему. Обращаемся к истине Твоей. И истина Твоя, она освобождает по-настоящему, по-правдушному. Боже, и наша жизнь христианская уже не по-нарошку, а по-настоящему, по-правдушному начинается. Потому что вначале было Слово, и начинается наша жизнь, правдушная, христианская жизнь, именно со Слова Твоего, Господь. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя за все. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. И принимая причастие и в харистию, Боже, я возношу тебе всю славу сегодня. Воздаю тебе всю славу и хвалу. Боже мой, слава тебе. Слава тебе и хвала. Благословен Бог наш, Царь Вселенной всей, произращающий нам, дающий нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, Спасителя Господа. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы и давший нам великую лозу с небес, Иисуса Христа. О, великий виноградарь, слава тебе. Слава тебе и хвала. Аллилуйя. Слава, слава Агнцу Божьему. Слава, слава Агнцу Божьему. Возвеличен ты, достоин славы всей, Велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего, Великой славе наш Господь. Слава, слава Агнцу Божьему. Слава, слава Агнцу Божьему. Благодарю тебя за кровь святую Агнца твоего, спасителя Господа моего, который я искуплен от суетной жизни, от греха, проклятия и беззакония. Благодарю тебя за спасение твое, дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю тебя за тело ломимое. Боже, благодарю тебя за искупление, за спасение, исцеление. Благословен ты, Царь наш. Благословен Господь. Аминь. Спасибо тебе, Боже Всебогущий. Спасибо. 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 Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слава Тебе Слава Тебе и хвала Господь Благословен Бог наш Благословен Господь Благодарю Тебя, Боже За спасение Твое Исцеление Твое Благословение Твое Через кровь Агнца Твоего Благодарю Тебя, Господь Благодарю Аллилуйя, слава Тебя Благодарю, благодарю за Твою любовь, благодарю, благодарю, достоин Ты вечной хвалы. За Твою любовь благодарю, Тебя я благодарю, благодарю, за Твою любовь и доброту благодарю, достоин Ты вечной хвалы. За Твою любовь благодарю, Тебя я благодарю, благодарю. За Твою любовь и доброту благодарю, достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарю. Аллилуйя, слава Тебе, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, благословляю Вас во имя Господне, благословляю свой дом сегодня, благословляю супругу свою, драгоценную Инну Сергеевну нашу. Боже, благословляю, благословляю детей наших, сыновей, дочерей, зятя нашего, внуков наших, благословляю. Благословляю Ваши дома, родных, ближних во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Братья и сестры, с наступившим Вас новым днём. Приближается с каждым днём Пасха Господня. Календарная Пасха приближается. Но наша Пасха Христос заклан за нас, и Он с нами во все дни до скончания века. Поэтому, хотя календарная Пасха раз в году, но наша пасхальная радость, наша пасхальная жизнь, пасхальные переживания наши, каждодневные. Потому что Христос и Иисус с нами во все дни до скончания века. Аминь. Благословляю Вас всех во имя Господне. Аллилуйя. Воскресенье Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью. Ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, по великой Своей милости. Аллилуйя! Воскресенье! Воскресенье!